Привет, друзья! Сегодня вторник. По вторникам мы на канале обычно встречаемся в каких-то специальных сюжетах. И сегодня будет сюжет про вдохновение. Про вдохновение на вязание летнее. И будет сюжет необычный. Он будет не инструкцией какой-то к действию, а просто в качестве вдохновения на какие-то идеи. Возможно, вам что-то из этого действительно понравится. Сегодня мы будем говорить о моём любимейшем летнем материале. Это, конечно же, рафия. Я очень много на протяжении нескольких лет вязала из этого материала. Я пробовала разную рафию. Это была и бумажная рафия, и рафия, которая у меня в Грузии продается на килограммы. И натуральная пальмовая рафия. И среди моих фаворитов рафия китайская целлюлозная от фирмы Ispia. Из неё я уже связала тоже довольно много аксессуаров. И сегодня покажу интересную тему. Сегодня мы поговорим о одежде, связанной из рафии. Дело в том, что я на прошлой неделе, заглянув на свой рейл с одеждой, вспомнила о вот таком старичке. И это блейзер, который сделан из рафии. Да, делала его я не сама. Я купила его в секонд-хенде какое-то количество лет назад. В очень мятом состоянии. Но увидела в этом изделии потенциал. И оказалось, что выполнено изделие на заказ. И выполнено изделие из рафии. Я не могу утверждать, это пальмовая рафия или целлюлозная. Но могу сказать, что блейзер служил кому-то до меня. И прекрасно выглядит до сих пор. Это очень роскошная вещь, по которой видно, что это дорогое, хорошее изделие. И показав это изделие у себя в Instagram Stories, пошло обсуждение этой темы. Многие были очень удивлены тем, что как эта одежда может быть сделана из рафии. И с одной из моих зрительниц, Яной. Яна, огромный привет! Мы эту тему обсуждали. И она первая пошла смотреть одежды вязаной из рафии на Pinterest. И оказалось, что это тема, которая уже вообще-то продвигалась большими именитыми домами. Оскар де Лоренто, Брюнелло Коченелли и прочие уже создавали коллекции летние, в которых были изделия из рафии. И сегодня я предлагаю вам на них посмотреть. Посмотрим мы на них не просто так, а потому что я, экспериментатор, хочу попробовать воплотить что-нибудь в жизнь и связать что-нибудь из одежды в гардероб. Это будет чистый водоэксперимент. Я не знаю, что получится, но решила, что нужно пробовать, если очень хочется. И поэтому хочу сегодня вас тоже вдохновлять. Возможно, вы вдохновитесь просто на какие-то модели, связанные крючком. Будут представлены разные модели. Да, они подивные, но Брюнелло Коченелли продает свои изделия. И я считаю, что некоторые из них имеют право на жизнь. Тем более, что в прошлом году, когда я выпустила очередное какое-то видео про рафию, моя зрительница из Азербайджана, дизайнер, написала, что она вяжет не только шляпы из рафии, но даже и юбки. Я тогда не стала акцентировать свое внимание на этом, но к этой теме я вернулась. Я про это вспомнила. Если вы вдруг смотрите этот выпуск, я передаю вам огромный привет. И давайте расскажу, что я вообще успела связать из рафии. Просто быстро-быстро я вязала из рафии, конечно же, сумки. Я вязала аксессуары, я вязала ремни. И также из натуральной пальмовой рафии я плела обувь. Этой обуви я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, если в этом году уже будет четвертый сезон, она в идеальном состоянии. Это очень удобная обувь. Завязывается на щиколотке и выглядит прекрасно. Я плела, выглядит очень хорошо. Подошву я меняла у обувщика. Они не вязаны, они сплетены иглой и рафией натуральной пальмовой по специальным колодкам. Я думаю, что мои зрители давние помнят, как я этим занималась. Это был очень интересный опыт. Я бы хотела его обязательно повторить. Также давайте поближе покажу свой блейзер. Почему я говорю, что он был сделан на заказ? Я думаю, что это действительно так, потому что на нем нет никаких бирок, ничего подобного. И это дает мне право говорить, что, скорее всего, изделие было на заказ. Создано из полотна такого. Оно немножко шуршит. И я изделие полностью не стирала. Но могу сказать, что я это изделие отпаривала. Оно было в очень мятом состоянии в секонд-хенде. Лежало среди кучи ненужных вещей. У него даже красивые пуговицы из кокоса, мне кажется, сделаны. Натуральная подкладка и текстура. Давайте чуть-чуть поближе. Вот так выглядит полотно. Состояние просто прекрасное у него. И это вещь, которой я очень горжусь, что я ее нашла. И она является жемчужиной моей коллекции каких-то очень интересных, эксклюзивных вещей. И почему я решила, что я дам шанс идее вязаной одежды из рафии. Я не так давно в магазине бобинной пряжи увидела в анонсе, что у них продается бобинная рафия. Очень тоненькая. Метраж у нее примерно полторы тысячи метров на сто грамм. Это очень примерно, мне кажется, потому что, если сравнить с обычной нитью, по-моему, она потолще. И это вот такая интересная ниточка, что навело меня на мысль, что, видимо, рафию можно вязать на вязальной машине. А значит, можно попробовать связать из нее не только сумки. Если не сматывать множество сложений, можно попробовать даже вязание спицами. Она очень податливая. И почему бы и нет. И я решила, что я дам шанс изделию из рафии. Это будет изделие, которое будет надеваться не на тело голое, конечно. Это будет какая-то верхняя одежда. Но сегодня давайте посмотрим на примеры, которые я нашла на Pinterest. Ссылку на папочку на эту я вам оставлю. Вдруг вам что-то понравится и вам захочется вернуться к этим идеям еще не раз. Заглядывайте в описании к этому видео. Ну и теперь давайте я возьму ноутбук в руки и буду комментировать картинки, которые появятся дальше в кадре. Хотела еще добавить, что я в подборке сохранила не только вещи, которые конкретно были связаны из рафии, но и те вещи, которые я предполагаю, что из этого материала можно вязать. И это будет как раз для вашего вдохновения. Вдруг кто-нибудь заразится тоже этой идеей. У вас есть в доступе какая-то интересная рафия. Вдруг вы тоже найдете бобинную. Или попробуете вязать что-то из рафии испы. Она, конечно, сильно толще. Но я думаю, что какой-нибудь накидочку, жилетик на завязочках, в принципе, из нее тоже можно попробовать связать. И обещаю, что я тоже на себе все попробую протестировать. И да, модели будут созданы именно из рафии, но и также будет что-то для вдохновения, что я предполагаю, что тоже в этом материале можно повторить. Давайте приступим. Я думаю, что начать стоит с коллекции от Оскара де Лоренто. Она просто восхитительна. К сожалению, мне не удалось найти год, когда эти модели были представлены на подиуме, но мне кажется, что они вполне актуальны и вне времени. Изделия очень женственные. Это касается и шорт, и блузы, и также было платье, которое было на чехле. И цветовая гамма очень спокойная, что позволяет действительно этим вещам стать довольно базовыми на лето. Накидка. Посмотрите, какая красивая. Мне понравилось сочетание натурального бежевого цвета с черным. И вот какая-то присутствующая бахрома, она не чересчур большая. Правда, очень здорово. Посмотрите, какой комплект летний вместе с сумкой. Очень вдохновляет эти вещи. И с черной сумкой, связанной из рафии, тоже выглядит красиво. Присмотритесь к этим моделям. Ну, а дальше идет всеми любимый Брунелла Кучнелли. Здесь тоже сдержанные цвета, интересные модели. Я бы, конечно, не стала носить какой-то топ на голое тело, но вот кардиган с отделкой, например, из вискозы, я считаю, что имеет право на жизнь. Его можно носить. Я пока не очень понимаю, как за этими изделиями ухаживать, но что нас может установить. Следующие модели с показа Dolce & Gabbana 2013 года. Здесь тоже довольно простые, лаконичные модели, которые вполне могут быть вне времени. И вот такие изделия я для себя лично вполне рассматриваю. И все модели, которые я покажу сегодня, они будут в довольно сдержанной природной такой цветовой гамме. Самый акцентный цвет здесь будет черный, но присмотритесь к узорам. Они очень простые. Все эти изделия связаны крючком. Вот еще образ от Dolce & Gabbana 2013. И дальше пойдет еще очень симпатичный такой кардиган оверсайз с аргайлом узор. Это ромбы такие, которые тоже вполне можно связать руками из рафии. И эти модели мне очень понравились. Хоть прямо садись и уже начинай рассчитывать такое изделие на себя. Но я пока даже не предполагаю, какой может быть расход. Следующие модели для вдохновения. Они не созданы при помощи крючка. Это какое-то интересное плетение. Вот эта шикарная, роскошная юбка на чехле. Ее вполне можно вписать в летний гардероб. Как и такой блейзер с воротничком. Очень натуральные цвета. Выглядит здорово. А еще посмотрите, какое красивое женственное платье. Костюм, выполненный из рафии, тоже заслуживает особого внимания. Ну, а корсет точно выполнен из соломы. И сшит на машине. Там сшиты между собой такие косички сплетенные. Целое платье летнее. Очень эффектное. Я представляю, как здорово появиться в таком где-нибудь на морском курорте. Сидеть и попивать коктейль. Оно очень женственное и красивое. Дальше несколько моделей, которые я тоже нашла. И я не могу сказать, что они для меня послужили огромным вдохновением. Но, тем не менее, в качестве примера их можно привести. Еще понравились модели с обработкой из рафии. То есть связана из рафии какая-то тесьма или кружева. И нашита на одежду уже готовая. Тоже смотрится здорово. Очень классно будет смотреться на морских курортах. Ну, а дальше будут примеры, которые я подобрала в качестве альтернативы. Эти изделия конкретно не связаны из рафии. Но я думаю, что из нее можно что-то такое вязать. Изделие крючком. Многие из моделей от Brunello Cucinelli, мне кажется, что рафию классно также будет сочетать с пайетками. Это очень актуально летом. Будет красиво сверкать. Добавить какой-нибудь бухромы. Изделие будет легким. И выглядеть на загорелой коже будет просто роскошно. Какие модели я рассматриваю? Я в первую очередь рассматриваю какие-то накидки, кардиганы и прочее. Но мне понравилась вот эта модель от Brunello Cucinelli своим рисунком. Я думаю, что такой в рафии повторить запросто. Если вы знаете схему этого конкретного узора. И думаю, что может быть кто-то на ютубе повторял данный топ. Буду рада, если вы поделитесь этим в комментариях. Еще раз вот этот кардиган с коротким рукавом. Мне он очень понравился. Мне кажется, это поперечное вязание, если я не ошибаюсь. И вот такой в рафии вполне можно повторять. Еще модели для вдохновения. Вот такие сетчатые узоры крючком. Столбики с двумя, с тремя накидами будут выглядеть воздушно и здорово в полотне, связанном из рафии. Также покажу вот этот пример. Мне кажется, что это не рафия, а вискоза. Но, в принципе, вязание всевозможных фрагментов из рафии будет очень увлекательно. Также для примера покажу всякие бабушкины квадраты. Я думаю, что это вполне можно повторить. И это будет интересно вязать. Вязать такое можно где угодно. Можно просто взять с собой проект, сумку положить и потихоньку собирать свое плечевое изделие. Ну и крупные-крупные всякие вязки крючком. Я думаю, что вполне будут актуальны. Но я хочу попробовать вязание из рафии не только крючком, но и спицами и на вязальной машине. Вот эта вот мужская накидка меня очень привлекла внимание. Мне кажется, что я бы хотела связать нечто подобное. Но и показать вам различные бабушкины квадраты я считаю, что было обязательным. Потому что это из рафии вязать точно, абсолютно точно можно. Хоть на сумке. Я надеюсь, что вам эта подборка была интересна. И что, возможно, она вас на что-то вдохновила. Меня она вдохновила очень. Я прям всю неделю пока вяжу проект на спицах, который еще не завершен. Думаю о том, чтобы начать вязать из рафии. Я в первую очередь, наверное, попробую работать с тоненькой бобиной. И я надеюсь, что вам будет интересно последить за тем, как будет продвигаться мое изучение этого материала в каком-то новом виде, в новом витке вдохновения. Я ни в коем случае не говорю, что всем нужно пробовать это срочно делать. Но решила поделиться с вами этой идеей, потому что она действительно интересная, довольно свежая. Я пыталась найти по хэштегу «Рафия одежда» в разных интерпретациях в интернете и ничего не нашла. Но считаю, что эта тема вполне заслуживает нашего с вами внимания. И, как всегда, хочу пожелать вам вдохновения. Пишите комментарии и до новых встреч. Встретимся мы с вами, кстати говоря. Пока не знаю, на этой неделе будет ли какой-то влоговый формат или нет. У меня тут появились дела и планы, поэтому прощаюсь с вами все равно ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.